У большинства христиан понимание поклонения ограничено только общим поклонением, воскресным утром, или вечером, или на собрании в середине недели. Однако поклонение — это стиль жизни. Поклонение — это все наше существование. Оно включает в себя всю нашу сущность. Поклонение включает в себя жертву. Поклонение — это желание отдать все тому, кому мы поклоняемся. А вот как об этом писал апостол Павел в послании к римлянам, 12 главе, в первом стихе. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вошла». Поднимаясь на гору с Исааком, Авраам был единственным, кто знал о жертвоприношении. Он понятия не имел, что там произойдет, поэтому сказал слуге, «Мы сыном пойдем поклоняться». Он собирался принести в жертву своего любимого сына. Однако сказал, «Мы пойдем поклониться Господу, а затем вернемся». Почему? Потому что каждый аспект жизни верующего человека должен быть актом поклонения. Он должен быть выражением ценности Бога. Однако в самой сути подлинного библейского поклонения, то единственное, чего ищет Бог в сердце каждого истинного поклонника, это смирение. Смиренное сердце — вот чего ищет Бог. Он ищет смиренное сердце. Вы не можете принести в жертву свое тело, как пишет Павел в 12 главе послания к римлянам, не принеся в жертву свое сознание, не принеся в жертву свое сердце, не принеся в жертву свои руки и то, что в них есть, то есть все свое существо. Говоря о настоящем смирении, вы не можете пройти мимо Иоанна Крестителя. Иисус — Бог и человек в воплощении смирения. Мы можем стараться подражать Ему, но никогда не сравнимся с Ним, пока живем на земле. Иисус — тот, кто пребывал на краю Вселенной во всем Своем великолепии и славе небес. Однако, Он оставил это великолепие и славу, как писал Павел в послании филиппийцам. Он не держался за эту силу и славу, но смирился, оставил все, чтобы прийти и искупить нас. Этот Иисус — величайший пример смирения. Сказал нам в Евангелии от Матфея. Это 11 глава, 11 стих. Так что вам будет легко запомнить это местописание. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не выставал больший Иоанна Крестителя». Дальше идет короткий союз, слово из двух букв. Это слово «но». Вы можете произнести его вместе со мной. Давайте скажем «но». Это очень важный мостик ко второй части стиха. «Но меньший в Царстве Небесном больше его» — Иоанна Крестителя. Вы осознаете? Когда он проповедовал, люди проходили огромные расстояния, чтобы прийти в пустыню и послушать его. Вы видите это в Евангелии от Матфея, 3 главе. Переверните, пожалуйста, пару страниц. Вы видели, что говорил Иоанн, 3 глава? «Спасибо большое, что пришли сюда. Прекрасно, что вы приехали сюда на нашу парковку, закрытую от дождя. Затем вы пришли сюда в уютное помещение с кондиционером. Как прекрасно, что вы стольким пожертвовали, чтобы прийти и быть сегодня с нами». Нет, ничего подобного он не говорил. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Уверяю вас, даже в те времена это не звучало грубо. Иоанн Креститель не стремился помочь людям хорошо себя чувствовать. Нисколько. Он не старался сделать их счастливыми, чтобы они вернулись послушать его проповедь еще раз. Он не говорил им, «Бог любит вас, я тоже вас люблю». Это было чудо, что люди приходили в таких количествах в пустыню. Этот человек выглядел не лучшим образом, пахнил лучшим образом, вел себя не лучшим образом, и у него не было ни доли утонченности. Все это заставляет нас вернуться снова к Евангелию от Матфея, 11 главе. Неужели Иисус действительно имел в виду, что этот человек больше Ноя, Авраам, Исаака, Иакова, Иосифа, Моисея, Елисея, Ильи, царя Давида? Этот человек, Иоанн Креститель, больше, чем все цари, императоры, философы и военные лидеры мира? Неужели Иисус говорил именно об этом? Так и хочется сказать, «Господь, не может такого быть». Бог говорит, что смотрит на сердце, а мы смотрим на внешнее. Нужно серьезно отнестись к этим словам. Нам нужно перестать смотреть только лишь на внешние проявления и слова людей. Лично я всем сердцем верю, что это грех против Бога, судить людей только по внешнему впечатлению. Это лишь половина истины. Такие суждения поверхностны. Мы не судим трезво, когда смотрим лишь на поверхностные явления, а не на глубину. Но это не все. Вы помните, что родителями Иоанна Крестителя были Захария и его жена Елисавета? Они поженились, но не могли им и детей. Уже в преклонном возрасте к ним пришел ангел и объявил, что произойдет чудо, и у них будет ребенок. Захария был священником в храме, но священников было много, и он ничем из них не уделялся. Елисавета, с человеческой точки зрения, была кузиной Девы Марии. Также Елисавета была из рода Аарона, из потомков Ливия. Однако у Ливия было множество потомков. С человеческой точки зрения, это была ничем не примечательная семья, и Иоанну нечем было похвастаться у него. Также не было перечня ученых степеней, у него не было длинного списка достижений и успехов. В конце концов, он даже никогда не был в семинарии. У него не было богословского образования и никаких социальных преимуществ. В Евангелии от Луки, 1 главе, 15 стихе, ангел объявил о его рождении. Ангел возвестил так, «Он будет великим». Где? В кругах Вашингтона, быть может. В политических кругах. В медиа-кругах. В общественных кругах. Нет. Он будет великим в глазах Бога. Возлюбленные, послушайте. Это все, что имеет значение. Поклонение Иоанна Крестителя было великим благодаря его абсолютному смирению в глазах Бога. Он не только был наполнен Духом Святым, он целиком был под контролем Духа Святого. Библия говорит, что даже будучи в утробе матери, он уже был наполнен Святым Духом Божиим. Пока вы хотите сами контролировать свою жизнь, Дух Святой будет оставаться в стороне. Он не покинет вас. Вы не потеряете свое спасение. Библия говорит, что мы можем его огорчить. Он останется в стороне и скажет, «Будь моим гостем». Ты хочешь все контролировать сам? Хорошо. Подлинное поклонение включает в себя полное подчинение. Подлинное поклонение передает власть тому, кому вы поклоняетесь. Подлинное поклонение говорит вместе с Иоанном Крестителем, ему должно непрестанно расти, «О мне». Непрестанно умоляться. Что сделало Иоанна Крестителя подлинным, искренним поклонником Господа? Ничто из того, о чем мы часто думаем. Ничто из того, за что мы боремся постоянно. я знаю, что мы ищем одобрение общества, принятие, стремимся создать хорошее впечатление. Мы ищем похвалы от людей. Мы ищем у людей признание. Да, все эти вещи важны, но пока они остаются самыми важными вещами в нашей жизни, мы не можем быть настоящими, искренними поклонниками Бога. Пока вы хотите, чтобы люди ценили ваше достоинство, вам будет сложно ценить подлинное достоинство Господа, которому вы поклоняетесь. Если бы произнося эти слова, Иисус остановился перед предлогом «но», и там стояла бы точка, «тогда, думаю, все мы, включая вашего пастора, сказали бы так, «Хорошо же Иоанну Крестителю...» Верно? Однако Иисус продолжал, «Но говорю вам, меньше в Царстве Небесном больше». Иоанна Крестителя. Вопрос, кто, по-вашему, меньше в Царстве Небесном? Дети. Бедняки. Немощные. В Библии есть много мест, где Иисус говорит о детях, как о меньших. Дети. Вы должны знать, что Иисус думает о вас. Иисус говорит, что вы можете быть больше Иоанна Крестителя. А знаете почему? Иоанн Креститель видел Иисуса лицом к лицу. Он был его кузеном. Вы никогда не видели Иисуса своими глазами. Но если вы истинный поклонник Иисуса, если по-настоящему любите Иисуса, если вы истинный свидетель Иисуса, если ваше сердце расположено к Иисусу, тогда в глазах Иисуса вы больше Иоанна Крестителя. Кто-то из вас скажет, «Минутку, как я могу быть больше Иоанна Крестителя?» Есть два аспекта. Если вы ведете конспект, запишите их, пожалуйста. Они очень важны. Или запечатлите их на коре вашего головного мозга, если у вас нет с собой ручки и бумаги. Это два аспекта очень простые. И первый — ясность миссии вашей жизни. Второй — чистота ваших мотивов. Запомнили, что я имею в виду под ясностью миссии вашей жизни? Апостол Павел сказал, «Я делаю одно». Большинство из вас живет век Инстаграма и СМС-сообщений. Мы делаем очень много. Двадцать тысяч разных дел. А апостол Павел сказал, «Я делаю только одно». Бог мне свидетель. Я каждой клеточкой своего существа в течение долгих лет старался и всем сердцем искал того, чтобы следовать примеру апостола Павла. Не всегда успешно, не постоянно, в этом я могу признаться. Публично, но я всегда, слушайте, всегда стараюсь напомнить себе и своим коллегам, что нужно фокусироваться на главном. Мелочи второстепенные. Нам не нужно отвлекаться на посторонние вещи. Миссия в жизни Иоанна Крестителя была предельно ясной. Вы не можете ее не заметить. Он сказал, «Ему должно расти, а мне умолятся». Все очень просто. Он не просто заявил об этой миссии. Он упражнялся в ней каждый день. Я знаю, что в церквях есть много христиан, которые спорят друг с другом о разных нюансах богословия. Кто-то спорит о вкусах в музыке, другие устраивают дебаты о том, как правильно управлять церковью. Но если Иисус не растет, а мы не умоляемся, тогда мы еще не научились быть подлинными поклонниками. Миссия жизни Иоанна была ясна. Второй аспект. Чистота мотивов. Я знаю, что ни у кого из нас мотивы не могут быть чистыми всегда. Я знаю это, и вы тоже это знаете. Я могу искренне признаться, что бывают времена, когда я сомневаюсь в своих мотивах. Бывают времена, когда я иду Господу исследовать свои мотивы. И мои слезы порой говорят Богу больше, чем мои слова. Они говорят о том, что я хочу очистить свои мотивы. Я часто плачу перед Господом и говорю Ему, пожалуйста, открой мне, есть ли у меня какие-то скрытые мотивы, о которых я даже могу и не догадываться. Мотивы не для твоей славы. Господь, пожалуйста, либо убери все нечистое, или убери из-за этого меня. Я молюсь об этом каждый день. Зачастую, проводя время наедине с Господом, я осознаю тот факт, что служу по Его благодати. Я постоянно говорю об этом Господу. Господь, исследуя меня, не говори только о том, что знают все, поэтому я держу перед Ним все, как на ладони, включая это служение. Я буквально приношу Ему все, как на ладони. Много лет назад Господь начал учить меня важности исследования моих мотивов. Заодно он начал учить меня никогда не судить мотивы человека. Никогда. Слышится? Я могу судить действия, плоды или что-то еще, но не мотив. Мотивы Иоанна Крестителя, вероятно, были самыми чистыми во всем Писании. Я знаю, что мотивы апостола Павла были чисты. Кто еще мог перенести столько избиений и столько пострадать, не имея чистых мотивов. Однажды он сказал, что некоторые люди могут даже проповедовать Евангелие из корыстных мотивов. Он сказал, оставьте их в покое. Бог разберется с ними. И вы спросите меня, Майкл, но откуда вы знаете, что у Иоанна Крестителя были чистые мотивы. Хороший вопрос. Хорошо, что вы спросили. Я хочу, чтобы сейчас вы внимательно послушали меня, сконцентрировав все свое внимание и взгляд. Я покажу вам невероятные соблазны, с которыми столкнулся этот человек. Как называется последняя книга Ветхого Завета? Малахия. Это было последнее слово, которое пришло от Господа. Это был последний пророк, который говорил к народу. Это последнее пророческое слово, которое пришло от Господа к его народу. Вы знали, что 400 лет после Малахии Бог молчал? Молчал. Не было слов от Господа, не было послания для евреев. Не было ничего. Бог молчал, но затем 400 лет спустя Бог снова начал говорить. Через кого? Через Иоанна Крестителя. Он возвещал о пришествии Иисуса. Этот человек неопрятно одевался, грубо питался, грубо разговаривал и вел суровый образ жизни. Люди приходили к нему тысячами. И почему они это делали? Они изголодались по истине. Они жаждали истины. Они устали от голословных проповедников, которые проповедовали ни о чем. И теперь вы можете понять, каков был соблазн номер один в жизни Иоанна Крестителя. Я занял место на этой сцене. Должно быть, все это ради меня. все эти люди не могут ошибаться. Я главный тут. Я Креститель мог бы отнести все внимание людей на свой счет. Эта мысль могла проникнуть в его разум. Все это могло повлиять на него так, что он принял бы популярность на свой счет. Это могло бы сыграть с ним, с его разумом злую шутку. Он мог бы сказать, какой я выдающийся человек. Да, знаю, что возвещаю о его пришествии, но должно быть, главное здесь я. Но его мотивы были чисты, и он был истинным поклонником Господа Иисуса. Он указывал на Иисуса. Вот огнец Божий, который берет на себя грех всего этого мира. Он продолжал говорить людям «Он единственный, а не я». И главный «Он, а не я». Это даже не мое послание. Он тема моего послания. Я всего лишь готовлю путь. Я крещу лишь водой, но Он, придя, Он будет крестить Духом Святым. величайший соблазн для верующих 21 века самим занять центральное место. Мы любой ценой ищем признание. Мы хотим, чтобы мир видел в нас лучшее, возлюбленное. Именно по этой причине многие верующие не делятся Христом со своими соседями и друзьями. Ясность миссии вашей жизни и чистота мотивов. Если вы всегда будете помнить об этих двух аспектах, помнить о них в течение своей жизни, помнить о них свидетельствуя людям, обещаю, вы будете благословлены. Вы будете великим в глазах Бога. Вы будете истинными поклонниками живого Бога. Я гарантирую. Пусть слова Иисуса звучат в ваших ушах. Главное, не то, что вы ищете величие, но истина есть истина. Вы будете больше Иоанна Крестителя, независимо от возраста. Никогда не забывайте, что Бог обещал. Я буду чтить тех, кто чтит Меня. Иисус сказал тех, кто стыдится Меня, Я постыжусь их перед Своим Небесным Отцом. Я молюсь, чтобы это не было сказано обо Мне. Я молюсь, чтобы это не было сказано и о вас. Пожалуйста, повторите вместе со Мной, если тоже это вы хотите. Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты возрастал, а я умолялся. Пожалуйста, помоги Мне, чтобы моя миссия была ясна, а мотивы чисты. Провозглашая бескомпромиссную истину на пути вперед с доктором Майклом Юсефом. Майклом Майкл 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 Майкл